Московское время 9 часов 15 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Критиков этих давно нет, их скороспелые суждения давно и счастливо забыты, а у сочинения господина Энн Гоголя «Женитьба» до сих пор не сходят со сцен многих театров мира. «Мой миленький дружок, любезный пастушок» Нет, 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 здесь нет никакой ошибки, просто то, что вы слышите относится уже к следующей премьере этой недели. Она состоялась 47 лет спустя тоже в Петербурге. Тогда впервые со сцены знаменитого Мариинского театра замечательный певец Фигнер спел Арию Германа из оперы «Пиковая дама» сочинение Петра Ильича Чайковского. «Что наша жизнь, игра, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу». Ну, надо сказать, что Петру Ильичу Чайковскому не пришлось называть себя неудачником и плакать, кляня свою судьбу. «Пиковая дама» с первого же представления завоевала огромную популярность и заслуженный успех. «Место мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке». Вы слушали очередной выпуск радиопередачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатира и юмора Всесоюзного радио. В передаче принимали участие артисты московских театров и артисты эстрады. Вела передачу Вера Орлова, режиссер Лев Штейнрайх, музыкальный редактор Борис Вейтс, редактор Виолетта Акимова.